Наша трибуна Я имею что сказать А я думаю что Кричать не обязательно Работают все микрофоны Каждый может Высказать Не высказать Сказать Возвращаемся в программу Народная трибуна Телефон студии по-прежнему 847-400-5200 И у нас уже есть звонки Здравствуйте Добрый день ребята Добрый день Я услышал Только что в ваших рассуждениях Одну новость Вы уже считаете что Трамп будет 8 лет Что ему еще 6 лет осталось И кто после него будет Ребята Вы когда это говорите на радио Вы отдавайте значение своим словам Маккейн Маккейн если бы Избрана была бы трагедия Трамп Второй трагедия Трамп это счастье большое Трамп это большое несчастье для Америки Не считая Обамы Ну если вы считаете свой голос Который представляющий Америку Тогда наверное А так в принципе Всем не совсем Я с гордостью заявляю Я с гордостью заявляю то что я отдаю отчет своим словам Кстати я до сих пор Вы не отдаёте отчет своим словам Вы сказали что Кто после Трампа через 6 лет Какой идиотип Неужели в Америке не найдется человек Который станет хорошим президентом после Трампа Ну только если вы не пойдёте на выборы Я имею ввиду баллотироваться Ну может быть Вы меня унижаете ребята Не надо Не надо Вы сами себя унижаете теми словами Которые вы Готовы смешать с грязью Вы сами себя унижаете теми Что вы ведёте такие разговоры Мы не будем с вами спорить Вы ведёте разговоры Вы Маккейна с грязью смешали Подождите, давайте, 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 давайте говорить так, мы останемся... Вы говорите, как он поднял экономику, да, экономика до него поднялась. Окей, давайте мы... Скажите мне, пожалуйста, одну секундочку, вот я давно ждал, чтобы вы позвонили честно, я знал, что вы затронете эту тему, а вот теперь ответьте мне такую вещь. Вы считаете, что экономика была до Трампа, правильно? Да. Была. А теперь скажите мне, пожалуйста, процитируйте слова Обамы, когда Обаме сказали, что Трамп собирается поднять экономику. Ребята, я не занимаюсь политикой, понимаете, я знаю только общество. А, я понял, то есть вы так, называется популизмом, то есть вы не любите поговорить. Обама тогда, тогда, какая глупость. То есть я вам подождите, дай закончить с этим вот. Ты никогда не закончишь. Послушайте меня секундочку. Значит, если вы не занимаетесь политикой и хотите хоть что-то знать вообще, для того, чтобы вести какие-то нормальные разговоры. Значит, сам Обама сказал, когда у него спросили, как Трамп собирается поднимать экономику, сам Обама сказал, у него что, какая-то волшебная палочка. Как он собирается поднимать экономику, мы это потеряли навсегда. Это цитата разговоров Трампа. А вы мне говорите, что экономика была до Трампа. А вы мне говорите, что Трамп не поднял экономику. С 10 по 16 год безработица опустилась с 12 процентов до 4,5 процентов. Так потому что ей некуда было больше деваться. Вы что, не понимаете этого? Серьезно. Вы что, не понимаете, что когда у тебя ноль, то у тебя нет другой дороги, как вверх. А вот если у тебя 10, у тебя есть или вверх, или вниз. У него уже высокая цифра была при Трампе. У него за два года поднялось... Правильно. А еще раз. Потому что, когда у вас ноль, и вы добираетесь до пяти, это большое дело. А вот когда у вас уже пять, каждый шаг вам дается намного тяжелее. Вы этого не понимаете? Я этого понимаю. Ну все, тогда с вами все. Спасибо большое. Глупость я начал с того, что вы сказали, что кто будет после Трампа через 6 лет. Какая глупость, батюшки. Ну это... Сколько реликих президентов? Давайте говорить так. У вас есть свое мнение. У нас есть свое мнение. Мы выразили свое мнение. Мы имеем право на это. Если у нас микрофон под руками нет, мы его выразили. Вы не вправе указывать нам на наше мнение. Мы, ваше мнение... Я сейчас закончу через 30 секунд. Нет, вы никогда не закончите. Вы уже закончили. Давайте я скажу. Вы никогда не закончите. Это уже доказано не один раз. Вы говорили теперь, как говорят, I got the floor. У вас есть свое мнение. Вы считаете, что мы сказали неправильно. Спасибо большое за ваше мнение. Мы его уважаем. И тоже не будем с вами спорить и настаивать на том, что вы должны его поменять. Но дело в том, что когда вы звоните сюда и обвиняете нас в чем-то, и вам задает Анатолий простой вопрос, и вы не можете на него ответить. В отличие от того, что когда Анатолию задают вопрос или вот нам звонят, мы всегда даем четкие ответы. Поэтому для того, чтобы позвонить и просто, как говорится, натолкать нам и обидеть нас... Знаешь, говоря, художника может обидеть каждый, да, или там поэта. Правильно? Да. Поэтому вы, когда звоните к нам, вы не пытаетесь нас обидеть. Нас тяжело обидеть. Мы закаленные ребята. Вы пытаетесь действительно что-то доказать, базируясь на какой-то информации или на каких-то фактах. Всего доброго. У нас есть другой звонок. Добрый день. Пожалуйста, в эфире. Добрый день. Здравствуйте. Добрый. Ну, я хочу вас вернуть к тому, что Байден выдвинул свою кандидатуру. Вчера, да. Ура! Да, мы этого не могли дождаться. Вы не представляете, с каким удовольствием, с каким нетерпением мы ждали, чтобы наконец-то Слипий Джо Байден подал свою заявку на конец своей карьеры. У меня вопрос маленький к вам. Самый старый. Да, да. Что-то он все говорит о высокой духовности. Ну да, знаете, как перед смертью начинаешь... Что нас ждет впереди, если, не дай бог, Трамп останется, а не он духовный человек. Да. Я вам скажу такую вещь. Проконтируйте, пожалуйста. Значит, смотрите, интересную вещь насчет Джо Байдена. Те, которые знают, Джо Байден три раза пытался стать президентом. Все три раза он набирал меньше трех процентов. Вопрос, почему? Потому что, знаете, он... Вот есть такой анекдот, неуловимый Джо. Почему он неуловимый? Потому что он никому не нужен. Он никому не нужен, да. Понимаете? Вот Байден никак не может себе дать отчет о том, что он никому не нужен. Он не может поверить в это. Да. Причем, знаете, я вчера слушал интересный комментарий со стороны его... Одного из членов его выборной кампании, который... Да, однополчанин. Однополчанин, да. Который сказал такую вещь. Ну, мы все уже видим, что Байден на восемь пунктов превышает рейтинг Трампа. А, Сандерса еще. Значит, давайте сразу поставим все точки над «и» насчет Джо Байдена. Сами демократы его не хотят. Республиканцы его тоже не хотят. Единственный, кто хочет Байдена, это Джо Байден и его начальник выборной кампании. Все. Больше то, что он собирает деньги, вы поймите. Деньги, которые он собирает, он собирает с людей, которым, в принципе, абсолютно пофиг, кто будет президентом. То есть им нужно присутствие демократической партии. И ставят на него, как на такую же хромую лошадку, главное, чтобы он куда-то пришел. Добрый день, вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Добрый день. Добрый. Скажите, пожалуйста, какое ваше мнение, вот после вчерашнего интервью Трампа, ведущему Fox News, Ханити? Да. Как ваше мнение? По-моему, контрудар со стороны Белого дома и республиканцев и Министерства юстиции, по-моему, контрудар в сторону демократов неизбежен. Во-первых, он неизбежен. Он будет, единственное, только не уверен, в какой форме это произойдет. Но вы же знаете, что Трамп всегда, как говорится, за ним не заржавеет. Будет ли это ответ, как говорится, в стиле... Чемберлен? В стиле, нет, в стиле надполитикальный коррект, да? Да. То есть, и он еще говорит, да как может президент так говорить? Или же это будут какие-то его действия, которыми он опять докажет все-таки, что Трамп это Трамп. И, как говорится, мужчина сказал, мужчина сделал. Ну, вот, мое мнение, например, такое. Да, смотрите, получается такая вещь. Сегодня, почему такое, как бы, затишье перед бурей, нет таких особых телодвижений? Даже демократы уже как-то затихли чуть-чуть, да. Они ждут все-таки конца мая, ну, может быть, начало июня, когда выйдет рапорт генерального инспектора. И вот тут, когда этот рапорт выйдет, вот тут будет ясно, в каком направлении... Вернее, вопросов о том, что расследование будет, вопросов нет. В каком направлении и с какой яростью оно будет вестись, вот тут будет зависеть от того, что написано в рапорте Трампа. Поэтому будем посмотреть. Информации все больше и больше появляется. Питер Строк со своей любовницей там обсуждали, каким образом внедрить шпиона в переписке в компанию Трампа. Ты слышал вообще, кого они собирались внедрить? Чифа в степпе жены Майка Пенсенса. Она работала на организацию Fusion GPS. Слушай, я вчера посмотрел вообще список кандидатов в президенты, 20 человек. 20 будет больше. Кстати, Байдену будет 78 лет. Давайте перейдем еще звонок. Да, еще звонок есть, да. Байден Байден. Слушай вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Как у меня еще полкопеек по поводу Байдена? А как насчет того, что он брал воргичи и не один? И не платил вообще? Если Обама платил хоть интерес, этот чувак вообще не платил. Интерес, ничего не выплачивал. У него не было интереса выплачивать. Это вообще... Как он с этим выйдет против Трампа? Он ему скажет, парень, там заплати же вроде как. Ну это вообще... А там же еще история, что его 8 женщин уже обвинили. То есть Трамп там один раз сказал, что he grabbed somebody by whatever, вы поняли. А у него уже 8 женщин. Этот чувак не платит, брал деньги. Ну я понимаю, это как завуалированные взятки. И не один он брал воргичи. У него там, по-моему, 34 я больше, по-моему, и нигде вообще не платил. Не интерес даже не платил. Обама просто перед ним, так я не знаю, он платил интерес. Обама святой. А это вообще ничего не выплачет. У меня есть вопрос к нашим радиомослушать. А, у нас и звонок, да? Нет, окей. У меня есть вопрос к нашим радиослушателям, которые внимательно следят за жизнедеятельностью Джо Байдена. Как вы думаете, не подписал ли он себе сам смертный приговор тем, что он объявил в Америке, что он уволил, и за него уволили генерального прокурора Украины? Вот подумайте над этим, и представьте себе, что произойдет, когда начнут раскручивать вот эту ветку, где его сын, которого устроили в эту компанию, на зарплату в 166.6 сотен тысяч, генеральным там каким-то... На совет директоров. Да, он пошел туда как адвокат, который никогда в жизни... Откуда он знает украинские законы, да? И потом, из-за того, что там с этим сыном происходили проблемы, уволили генерального прокурора Украины. Толик, 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 теперь в Украине будет, значит, открыто расследование American Collusion, да? Нет, на Украине знаешь, что будет? Сейчас Зеленский, которому очень... Это просто я выдаваю свои мнения по поводу того, что... Мне просто интересно, оно будет так или нет. Вот я иду, как говорится, на ва-банк. Значит, Зеленскому сегодня очень нужна поддержка американцев. Очень нужна. Так вот, мне кажется, что Зеленский все это упакует в такой пакет, то есть, по просьбе ребят-республиканцев, упакует такой пакет на Джо Байдена и его сына, и на их дела в Украине, что мало Байдену не покажется. В обмен. А мы посмотрим. А вы почему не что? Я в понедельник пытался дозвониться в консульство, ну, с тем, чтобы выяснить цифры по голосованию, по Америке. Я говорил об этом. И когда я искал координаты консульства, я нашел веб-сайт консульства, портрет генерального консула и какие-то события, которые происходили. Первая строчка, значит, фотографии и надпись. 16 сентября, 26 сентября 2016 года Петро Порошенко встречается с Хиллари Клинтон. Ну да, 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 да. Сентябрь, это выборы 16-го года. Конечно, конечно. Это за два месяца до выборов. По сути дела, за месяц. Ну да. С чего бы это? Да, и с какой целью? Да. Добрый день. В общем, мало Джо Байдену не покажется. Давай, примем звонок, потом по поводу Байдена буквально два слова скажу. Добрый день, говорите, пожалуйста. Добрый день. Анатолий, ну, может быть, Зеленский, конечно, так и поступит. Было бы логично. Но просто Байден же не пройдет праймери. Кому он нужен? Это право. Вот я об этом хотел сказать. Ну да, спасибо. Это будет иншуранс. Спасибо. На самом деле, рейтинги Байдена на сегодняшний день лишь потому высоки, что его никто не трогает. Потому что он нахрен никому не нужен. Поэтому рейтинги, рейтинги, подожди, как только он не прошло 24 часов, в него уже Барни, друг наш Барни запустил пику. Это только Барни. А пройдет еще сутки или двое суток, и он получит от своих собратьев по партии по полной программе. Вот то, что я вчера сказал в неполиткорректном шоу Сергея Зацепина, это то, что, ребята, если вы помните, как отнеслись к Бретту Кевину демократы, вот эти вот все членоподобные люди, так вот вы себе представляете, с какой яростью они набросятся на этого несчастного дедушку Байдена, который придет и скажет, ребята, извините, погорячился, я пошел. Все, на этом закончится. Ну, Байден же, он же публично возмутился тем, что Трамп где-то выступал, и он якобы защищал белых националистов. То есть он уже соврал. Первый ролик соврал. На самом деле, даже не вдаваясь в подробности, о чем действительно говорил Трамп. Ну, неважно. Ну, в общем, это будет интересно. Я думаю, что Джо Байден, возможно, закончит свою гонку с рейтингом 1%. В лучшем случае, если он доберет, дойдет до него. Вы же помните, как Бета Арурк начал, взлетел, и опустился. Бета Арурк начал с того, что он был один на один с Крузом и собрал 80 миллионов денег. 80 миллионов. Ну, так Крузы ненавидят по полной программе, поэтому, конечно... Сейчас, это совсем другое дело. Кстати, у него сейчас рейтинг постепенно начинает сдуваться. По отношению к Бугатич, как его там... Кстати, пути... Ну, ты будешь жить. Тринза, будешь жить, будешь жить, будешь жить, будешь жить, будешь жить. Да, 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 да. Будешь жить, вот, кстати, сегодня вот этого Меропита называют новым молодым лицом демократической партии. И все, Бета уже потихонечку уходит в заказ. То, что у него белое лицо, компенсируется тем, что он гей. Конечно. Коль скоро ты упомянул Теда Круза, вот я цитатку приведу из его высказывания. «Сто лет назад мир молчал, когда армянский народ стал жертвой геноцида. Сегодня мы вспоминаем миллионы душ, уничтоженных османским правительством. И пусть ужас тех событий пробудит в нас готовность, пробудит в нас готовность противостоять злу и защищать свободу. Истребление армян, ассирийцев и других христианских народов должно называться своим именем. Это геноцид. Увы, многие сегодня не знают об этом зверстве 20 века. Мы не должны игнорировать уничтожение невинных людей, если не хотим повторения. Забыть историю, забыть и о жертвах Холокоста, советских лагерей или камбоджистского режима. Такие трагедии можно и нужно предотвращать. Да благословит Господь армянский народ и Америку». Аминь. Тед Круз. Поэтому леворадикальное отребье его ненавидит. Поэтому они собрали 80 миллионов для этого придурка УРУРК. Вы поэтому его... Давайте еще раз вновь, и на этом будем, наверное, заканчивать. Окей, здравствуйте. У меня такой вопрос. У меня был... Хотел я найти ответ давно. Я знаю, когда на выборы идут конгрессмены или там даже сенаторы, они собирают деньги. Ну, много, мало собирают. Но все же не выиграют один. Куда эти деньги, которые они собрали, идут? Они остаются у них или они должны передать в партию? Как? Они же идут на выборную кампанию. Ну, а то, что не потратилось, где-то оседает в каких-то карманах. Я думаю, что они найдут способ, каким образом помыть эти деньги. Обязательно. Хотите пример? Максим Уотерс 750 тысяч заплатила своей дочери из денег избирательной кампании за то, что та якобы рассылала письма. А Луис Гутеррес заплатил своей жене. Я думаю, что это послужило основным поводом к его, так сказать, не переизбранию. Он отказался баллотироваться, потому что иначе бы его взяли за одно место и наказали. Джексон Джуньер. А сидел вместе со своей женой. Так что, поверьте мне, они найдут, каким образом помыть эти деньги и положить в карман. Те, которые помнят, был такой Дэн Ростенкавский, так его, не поверите, за что его взяли за причинное место? За то, что он деньги, которые ему дали на марки, прикарманивал себе. Представляете, ты сам лично разносил себе. Давай последний звонок примем, действительно, время поджимает. Пожалуйста, вы в эфире. Добрый день, еще раз. Скажите, пожалуйста, у меня есть такой вот вопрос, неприятный даже для меня. В конце ноября должны были предъявлены санкции России за применение химического оружия в соответствии с законодательством. Они не были предъявлены. Потом случилось нарушение морского права России в Черном море. Тоже только заявление. Моряки, которые захвачены, сидят как уголовники. Тоже ничего. В Венесуэла. Тоже заявление. Наконец, паспорта. Ну, тоже какое-то заявление. Какое-то предложение было в Конгресс. Очень страшное. Там все ждали. Вот, вот, ну вот, сейчас теперь такие санкции будут. И все, что-то затихло, затихло. Понятно. Ответ очень простой. Есть по-английски такое выражение. You have to pick your battles. Вы должны выбирать войны, которые нужно воевать. Вот и все. И в заключение наш радиослушатель из Израиля Петр пишет. Сегодня РФ Песах. И завтра Песах последний день. Спасибо. И так, завтра последний день Песах. Кстати, по поводу Венесуэлы. В Венесуэлы были какие-то вчера санкции. Информация была вчера. Посмотрим, расскажем. Спасибо. Всего доброго. Продолжение следует.